всем привет ребят в общем по убирал у всех как всегда это изо дня в день происходит специально выключил свет чтобы вы сейчас обратили внимание на него потому что свет у чернухи поменялся ну как я вчера рассказывал я ей сделаю лампочку 18 ваттную экономку поставил делаю по серединке селезни бьются бьются селезни посреди ее загонщика и теперь светлее мне так кажется и свет ярче потому что он идет с потолка и рассеивается по всему помещению мне кажется что так лучше сделала лампочку для поросят кратную инфракрасную вот эту и сделал выключать чтобы у чернухи свет включался отдельно и это не было переноска как было было неудобно очень а теперь просто красота ну сейчас я вам это покажу а еще хотел немножко поговорить по поводу ну то есть разных комментариев от вас так как я не успеваю чисто физически на них ответить потому что их очень много меня спрашивали про клетку степанка лавановича зря я сломал ее никто не сломал я ее просто вынес она целая и мне досок хватило и без нее поэтому так она целая и осталась и скорее всего целая и будет нужно ее как-нибудь поставить на ножки и закрыть сверху шифером возможно в ней будут жить кролики еще меня по поводу вот коронавируса спрашивают до сих пор спрашивают у вас школы закрыли у нас закрыли все то есть сегодняшнего дня отменили автобусы ну то есть между селами между городами электропоезда отменили то есть электрички тоже у нас не ездят по закрывали все магазины все торговые центры все продажи ну то есть все магазины я не знаю как их назвать ну в общем разной кроме продуктовых аптеки работают и банки но это у нас балаклей дальше не буду судить и не буду даже говорить об этом потому что я не знаю и дети в школу не ходят детям нельзя выходить на улицу я даже не знаю дадут ли нам в этом месяце зарплату потому что потому что непонятно все все вот это пандемия с коронавирусом вот ну то есть навела такую панику в сми что люди поскупляли всю гречку как будто больше других круп нету по постягивали с полок всю соль постягивали весь сахар непонятно зачем всю туалетную бумагу ну в общем немножко паникуют у нас конечно здесь в морозовке в савинсах все спокойно но гречки тоже нету на полках и не пойму почему но вот такие дела сейчас я вам все покажу и поговорим об этом еще у меня одна девушка спросила по поводу за счет вот эти шпингалета всех сейчас я покажу в общем меня теперь здесь выключатель вот какая красота и у чернухи вот теперь висит лампочка и вот сделал выключатель ой какая красота мне кажется что теперь все выглядит намного лучше ярко и светло сделал выключатель на свет но еще бы нужно сделать выключатель на инфракрасную лампу для поросят вот эти два провода которые я подсоединил поросятами который подсоединил вот сюда я купил остатки в нашем магазине то есть я говорю дайте какой-нибудь тоненький провод я не понимаю как там он на квадратный метр или еще как-то считается я не электрик хотя меня током не убило пока я сделал вот этот свет но я вырубила как они называются вырубил пробки в общем не знаю когда правильно нет автоматы вот пробки это было как-то давно автоматы повырубал по всему двору и подсоединил ну все вроде сделал правильно теперь мне кажется что прям стало светло светло прям красота то есть тот фонарь я не знаю вот вот этот прожектор насколько он тут написано а он даже больше он 20 ватный ну ты же кушаешь кушай я тебя не трогаю а это 18 ватная лампочка то есть даже немножко экономнее но из-за того что она висит по центру вот светло прям просто красота теперь а локация для съемки опороса просто шикарная чернуха мне тоже помогала как всегда я здесь выметал только что метлой она завалилась посредине загончика и не давала мне все вымести вот смотрите как то нужно сделать но я эту доску тоже прикрутил чтобы чернуха ее не сдвинула и вот так прицепил лампу мне кажется что лампу высоту менять не надо она около 40 сантиметров от пола и если будет опорос здесь зимой и будет прохладно то просто буду накрывать досками все достаточно просто ну и все и будет такой аккуратный саркофаг в котором приехала чернуха и поросяткам там будет не холодно да девочка вот так по поводу шпингалетов а то я хотел сказать и не договорил сейчас покажу вот и здесь тоже но здесь не сильно видно а вот у этих поросят вот смотрите вот меня спросили почему мои все шпингалеты вот так смотрят вниз на самом деле это я подсмотрел у сани канал жизнь на даче сан тебе привет большой я на него подписан он на меня тоже он мой модератор сделал меня модератором у себя на канале в общем это я подсмотрел у него на канале то есть тут конечно и думать нечего но думать и не пришлось саня молодец вот мне подсказал такую идею а это для того что чтобы например если дверь держится вот так о боже мой возле тебя невозможно разговаривать физя истеричка отойдем от него чтоб не орал смотрите когда свинья с той стороны вот так шатает за год если бы ручка например вот так стала ну бывает такое то есть бывает вот такие шпингалеты без вот этого как ну то есть вот этого загнутого крючка то есть открывается вот так и когда шпингалет ровно то вот эта штука может так ровно стать и свинка будет шатать загончик и она просто откроется с небольшим наклоном как бы она не трясла в жизни не откроется загончик точно так шпингалеты у меня прикреплены на клетках у кроликов на ну на вот и клетки которая на улице Так что я за то, что мои поросята, ну мои свинки куда-то вылезут, совершенно не переживаю. Ну, в общем, почистил у них всех, как всегда. Подстелил все, наопилок нету, так у меня и не получилось никуда съездить. У нас отменили автобусы, и жена сегодня съездила на работу на машине своего папы, получается, на машине тестя. И я не знаю, будет ли она вообще ходить на работу, потому что и все салоны сказали позакрывать, но у нее, она уже новых никого не записывает. Поэтому, скорее всего, что пока у нас карантин в стране, она, наверное, посидит дома с Ваней. Потому что Ваня, получается, сидит сам дома целыми днями, то есть, конечно, кушать мы там приготовим, она, жена, приготовит, и он сидит дома. Ну, вот так, в общем, на этом дворе я все сделал. Еще вот я хотел сказать по поводу того, что вы мне пишите, что вот опять ты снимаешь то чернуху, то кролика, задолбал, надоел. Когда ты уже снимешь или уток, или, например, кур. Ребят, на самом деле я снимаю то, чем я занимаюсь на данный момент. То есть, просто прийти, стать куром, что о них рассказывать. Напишите мне под видео тему какую-нибудь, и если она, ну, то есть, будет интересной, и о ней можно что-нибудь будет рассказать, то я думаю, что я засниму на эту тему видео. Но пока у меня в голову ничего не приходит поснимать вам про уток и про кур. Еще вы говорите, что вот ты не поставил гнезда уткам. Да на самом деле, ребят, утки несутся до нового года. То есть, будут ли продажи в этом году, не будут. С такой ситуацией в стране ничего не понятно. Нужны мне сейчас эти утята, они нужны, я не знаю. То есть, непонятно. Поэтому сейчас я этим не занимаюсь и даже не переживаю о том, что у меня несутся утки, и яйца вот лежат. И я не знаю, есть ли там зародыш или нет, можно взять вот так, отдать его Чернушке. И она его с удовольствием скушает. Не попал в корыто. Чернушка, бери яйцо. Кушай. Будешь? Или нет? Не понимает она. Давай, на. Вот туда. Вот. Так что, ребят, успеем вывезти утят. Будут утята, но будут по теплу. Сейчас, правда, я, во-первых, не хочу их выводить, а во-вторых, им еще некуда сесть. Мне некогда. Я не понимаю, как вы не можете понять, что у меня день на самом деле не резиновый, и я реально ничего не успеваю. То есть, пока я вот сделал сейчас здесь свет, уже 10-й час. Это кажется, что так все легко. Там прикрути, там прикрути, там просунь, там прибей, там отрежь, там примотай, туда засунь, тут почисти, там покормить им, дай кроликов почисти. Я не жалую сейчас. Я просто хочу сказать, что, ребят, пожалуйста, не подгоняйте меня. Вы меня просили примерно месяц, а то и больше. Когда ты сделаешь чернухи этот, отсек для поросят, когда ты сделаешь. Ребят, вот руки дошли и сделал, все успел. Может, ну, то есть, сделал уже, как сказать, впритык. То есть, я имею в виду, уже и поросица я только сделал. Но как получилось, как успел, так и сделал на самом деле. Но, если последить за моим каналом, то мне кажется, что я все так делаю в последнюю очередь. То есть, когда уже прям подгорает и нужно сделать, вот тогда я делаю. Потому что дел очень много и не могу, как сказать правильно, то есть, я не могу сразу сделать все. Вы мне говорите, найми человека. Да, я еще раз повторяю, что эти животные, вот где мои сейчас свинюшки, они находятся во дворе у тещи. Зачем нам посторонний, мне зачем посторонний человек не у меня во дворе? Мне жена и так говорит, зачем ты занимаешься свинками не на своем там дворе, а здесь во дворе у тещи. Ну, я думаю, здесь помещение есть, и лично я думаю, что я тещи не мешаю. А вот чужой человек здесь, конечно, не нужен. Поэтому я пытаюсь все сделать сам. Может, это и медленно все происходит, но я думаю, что я не опаздываю. То есть, я успеваю сделать все. Поставил бы я гнезда, то есть, потратил целый день, чтобы сделать загончик для уток. У меня несется три утки. Ну, зачем мне сейчас тратить день на уток, если у меня этого дня сейчас нету? А потратить день и собирать яйца от трех уток, ну, это смешно на самом деле. Уток очень много. Кстати, я во вчерашнем видео забыл сказать, что вчера мне позвонил дедушка из Шебелинки. Это моя родина, там, где я жил. Ну, то есть, Андреевка, где живет моя сестра сейчас. И говорит, утки есть? Я говорю, да, есть. Он говорит, можно семью? Я говорю, можно. Он говорит, ну, я приеду на электричке, еще электричка ездила позавчера, на Савенце. Говорит, ты привезешь мне семью? Говорю, хорошо. И я ему звоню и говорю, а какого цвета вам поймать уток? А он мне говорит, да мне без разницы. Ну, я, конечно, может, вы сейчас подумаете, что вот я всунул дедушке. Но, на самом деле, он правда сказал, мне без разницы каких. Но я думаю, а у меня плохо берут черных. Давайте я ему отдам черную семью. Мне они очень нравятся, их очень много, они красивые. Но их плохо берут. А я уже говорил, что я себе не хочу оставлять черных. В общем, я дедушке отдал черную семью. Три уточки. Ну, они не чисто черные. У одной белая грудка, а у всех троих белая голова. И селезень такой же черный с белой головой. То есть, ну, не прям черный. Детки могут получиться у них и чисто белые. То есть, так что не надо потом на меня наговаривать. Ну, вот так. Вроде опять пожаловался, как всегда. Теперь уже вот до 23-го осталось совсем чуть-чуть. Сегодня 18-е вроде, да. Осталось, получается, 5 дней. Сегодня среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В понедельник ей поросится. Так что, я уже со спокойной душой могу заниматься своими делами. Потому что загончик для поросят уже готов. И здесь светло. То есть, свет включается отдельно. Так как у тех свинок я свет выключаю на ночь. А я специально сделал через выключатель, чтобы у нее свет оставался включенный круглосуточно. Ну, еще дня 3 не надо включать. А вот уже со 112-го дня я уже буду свет оставлять. Потому что вдруг опорос произойдет без меня. Чтобы она видела, что здесь происходит. Ну, вот так. Ну, я буду надеяться, что все-таки я опорос не пропущу. И потому что я переживаю, свинка поросится первый раз. Так что, что угодно может быть. И еще по поводу вот этого загончика для чернухи. Мне, вы пишете, что пусть этот, как она, квартира, студия остается за ней. Ну, то есть, на самом деле, я бы с удовольствием, возможно, нет, не возможно, а точно. И второй опорос она будет пороситься здесь. Но перегнать ненадолго ее придется. А все потому, что у меня... Фух, этот психованный успокоился. Да не вставай, нельзя на него смотреть. Все потому, что у меня 3 маточника в этом сарая. То есть, их 3. Вот второй. И вот третий. И четвертого здесь не предусмотрено. Их так 3 будет. Потому что здесь 6 станков. Смотрите, и вход из этого станка и из этого станка в один. И так же здесь. И из этого станка, и из этого станка, который здесь будет тоже один маточник. Ну, и здесь же так же. То есть, и вон дверь. И вот у физи дверь. То есть, одновременно здесь... Да не ной же ж ты. Ну, нытик. Нытик такой. Одновременно здесь может пороситься. То есть, и выкармливать поросят 3 свиноматки. Но, как вы знаете, мои все 4 свиноматки погуляны в течение 10 дней. А это значит, что мне нужно 4 маточника. Да успокойся, ты психованный. Психованный. Поэтому мне нужно будет одну пересадить на место чернухи. Потому что им всем пороситься примерно с 25... Нет, раньше. С 20 мая по 1 июня. Вот в пределах этих чисел будет 4 опороса. Поэтому на время, когда чернуха будет супоросна в мае уже повторно, одну из свиноматок, например, семгу или скумбрию, потому что они самые большие, я перегоню в этот загончик. Ну, вот так. В общем, вот такие планы на сейчас. Поэтому, кому не нравится видео про свиней, просто нажмите. Ну, то есть, просто не смотрите, ребят. Я не могу угодить всем. Потому что нас с вами 57 с половиной тысяч. Это очень-очень много людей. И чем больше становится людей, тем больше недовольных. Потому что... Но я живу так, как мне удобней. То есть, я стараюсь для своей семьи... То есть, я понимаю, что со свиней у меня будет доход больше. Это не передача в мире животных. Там, где я занимаюсь животными для красоты. То есть, я уже много раз сказал, что утками я начал заниматься, потому что я перестал заниматься поросятами. То есть, я говорил, и некоторые посмеялись, когда я сказал, что утки это свинозаменители. Но это было так, на самом деле. То есть, и сейчас у меня есть заказы на маленьких утят, поэтому утки будут выводить утят. Но их не будет в том количестве, в котором их было предыдущие два года. Потому что у меня теперь есть свиньи. И свиньи приносят намного больше доход. А это самое главное в сельском хозяйстве. Никто не будет заниматься животноводством у себя на участке. Просто так для красоты, на самом деле. И если вы считаете, что я должен заниматься утками, потому что вы на меня подписались из-за уток, то вы ошибаетесь. Я не должен заниматься утками, потому что вам так хочется, ребят. Просто поймите и войдите в мое положение. Просто так заниматься утками я не буду. И еще мне одна зрительница. Она немножко хотела меня обидеть, что ли. Но выглядело это очень смешно. В том видео, когда я сказал, что я не хочу резать уток, потому что мне жалко, я хочу, чтобы их всех купили. Она мне написала, что я жмот и плюшкин. Собираю все ненужное у себя. Ребят, это не относится к животным, потому что я их кормлю. В то время, когда мне жалко их зарезать, я их кормлю в это время и трачу на это и свое время, и деньги. И это совсем не плюшкин. Это совсем по-другому называется. Это можно назвать меня идиот, но не плюшкин на самом деле. Так что вот такие дела. Все, вроде все рассказал, что хотел. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Чернушка, давай пузо чесать. Водички нету. Нет, ребят, не пока. Давайте нальем водички сейчас в чернухе, а потом будем говорить пока. Леха, психованный. Истеричка. Истеричка. Еще точно я хотел в этом видео загадать загадку. Ребята, а ну пожалуйста, кто смотрит видео внимательно, напишите, что я делаю Псеша каждый раз, когда ее снимаю. Сегодня специально это не делаю, потому что, чтобы вы не догадались, но я это делаю каждый раз, когда снимаю Псешу. Что я делаю с Псешей? Это такая загадка. Пишите свои варианты под видео, и кто отгадает правильно, тому передам привет. на водичку, на. На. Во. Во. ой, как водички хотела, девочка, да? Хотя и давала, намного-много сегодня выпила. Пошли пузо чесать, пошли. Ой, такое большое, уже большое. Все, ребят, будем прощаться, ставьте лайк. Такой лайк у Чернухи. Да? Не хочет. Пузо чесать, пьет водичку. Ну, и всем пока-пока. Пока-пока.